Недавно я разговаривал с одним человеком, специалистом по интернету. И я спросил, ну что там происходит? Потому что у меня нет особой возможности посмотреть что-то, за исключением новостей и наших собственных страниц. У меня никогда не выдаётся возможности просто посёрфить в интернете или посмотреть что-то. Так что я спросил, что люди обычно ищут в интернете? И он ответил очень уверенно. Садгуру 70% — это лишь порнография. 70% всего интернет-трафика — это порнография. Может, это и не совсем точная цифра, но в любом случае где-то в этом диапазоне. Я хочу сказать, что с нами произошло. Имея такой мощный канал передачи информации, с помощью которого мы можем общаться со всем миром, неужели мы не можем сказать что-то более ценное? Я не пытаюсь читать мораль. Говорить это плохо, это неправильно. Я просто хочу сказать, что впервые за всю историю человечества у нас есть возможность сказать что-то всему миру одновременно. Никогда раньше такое даже представить себе было невозможно. Я хочу, чтобы вы поняли, вы просто принимаете это за данные. Инстаграм, Ватсап, Твиттер, имейл. Не воспринимайте это как должное. Впервые за всё время. Мы можем общаться с любым человеком из любой точки мира. Разве не важно использовать это для передачи им наивысших возможностей? Три самые крупные отрасли на планете на сегодняшний день. Первая — это оружие и военная промышленность. Вторая — это алкоголь и табак. И третья — это фармацевтика. И этим всё сказано о нас. Что мы за люди, не так ли? И в интернете — порнография. Мы, как поколение, не должны упустить такую возможность. Мы не должны допустить, чтобы нашим миром управляли эти сексуальные маньяки и торговцы детьми. Как можно позволять людям, которые торгуют детьми и заставляют их заниматься непристойными вещами, господствовать на планете? Скажите мне, мы позволяем им это делать? Мы не должны бороться с ними. Все думают, что мы должны с ними бороться. Нет. Мы должны превзойти их чем-то позитивным.